Субботник на Онега. Очистка скал от вандальных надписей и борьба с расселёнными бараками. Всё это акции Общероссийского народного фронта, проведённые на территории Карелии в 2019 году. О самых интересных из них сегодня поговорим с сопредседателем регионального штаба Общероссийского народного фронта в Карелии и модератором тематической площадки «Жильё и городская среда» Анной Валерьевной Лопаткиной. Здравствуйте. Здравствуйте. Какие акции вы бы выделили в первую очередь и почему за прошедший 2019 год? На самом деле мы чаще рассказываем о каких-то серьёзных мероприятиях экспертных, рейдах, мониторингах. А всё-таки в нашей работе очень много и акций, которые привлекают большое количество активных граждан, которые образовательные, информационные и так далее. Наверное, надо сразу вспомнить зимние акции. Январь 2019 года у нас начался с двух акций. Это акция «Новогоднее чудо» и «Снежный фронт». Что это за акции? Вот, например, «Снежный фронт» — в принципе, ежегодная акция. И уже в этом году жители тоже могут к нам обращаться, и мы обязательно поможем. Акция «Новогоднее чудо» — это наши активисты, наши партнёры вместе с экспертами Общероссийского народного фронта вышли в социальные учреждения, в образовательные учреждения уже на новогодних каникулах и поздравили в интернатах, в общественных организациях, где дети-инвалиды. Поздравили с новогодними праздниками, провели представления, конкурсы, благотворительные какие-то ярмарки, беспроигрышные лотереи и так далее. То есть они принесли праздник тем, кому он был нужен. «Снежный фронт» — акция, она делится на два направления. Одно из них — это мониторинг состояния дорожной сети. У нас в 2019 году в январе шли большие снегопады. И, конечно, уже на каникулах мы выехали к социальным учреждениям, к поликлиникам, к учреждениям пенсионного фонда, посмотреть, есть ли подъезды к этим учреждениям, смогут ли граждане к ним подъехать, обратиться за помощью и так далее. И все свои наблюдения, все, что мы заметили, в самом деле было много недочетов, были непрочищенные проезды, в том числе мы промониторили и дворовые территории. Мы сообщали в администрацию Петрозаводска для того, чтобы оперативно принимались меры. И второе направление — это на каникулах мы вместе с образовательными учреждениями приглашали детей, их родителей на улицу, на воздух для того, чтобы проводить спортивные мероприятия. Это были и битвы, строили снежные крепости, когда ребята проводили какие-то конкурсы и битвы. Это были соревнования лыжные, на ватрушках и так далее. То есть это был такой за здоровый образ жизни, скажем так, направление. В январе проводилась и ежегодная акция «Татьянка». Это молодежка УНФ вместе со студентами, такой собирательный образ студентки, активистки, спортсменки. Когда в студенческих учреждениях проводится обмен книгами. Или акция, когда старшекурсники свои конспекты передают младшим курсам за какие-то добрые дела. То есть вот проводился квест, кто быстрее найдет шпаргалки, и можно получить приз. Все-таки студенческая пора — это такая пора, когда нужно веселиться, нужно играть, нужно получать какие-то добрые навыки. Поэтому вот такая акция у нас есть. Наверное, февраль — это 23 февраля, День защитника Отечества. Поэтому проходят уроки мужества в образовательных учреждениях. Приходят ветераны военных действий, рассказывают о своей службе в горячих точках, о военных буднях, рассказывают о своих коллегах, которые героизм какой-то проявили. То есть это вот такая акция для школьников, которая воспитывает патриотизм, наверное, любовь к родине, к истории. Проводили конкурс рисунков для детей. Тоже в Дню защитника Отечества около 300 работ к нам поступило. И вот кроме подведения итогов, например, у нас было направление морской тематики, когда приз был мастер-класс вязания узлов в нашем морском центре и музее «Полярный Одиссей». Кроме того, эти рисунки попали в радиотехнический полк Петрозаводска, куда наша молодежка УНФ пришла поздравить военнослужащих, посмотреть на их военные будни, посмотреть на их службу, как они умеют обращаться с оружием, боевыми искусствами. То есть военнослужащие провели мастер-классы, показали. Наши ребята поздравили их и в том числе оставили вот эти работы школьников им на память. Одно из направлений работы УНФ – это борьба с заброшенными домами, жильцы которых давно расселены. Что было сделано в 2019 году вот в этой сфере? Обращения в самом деле поступают, несмотря на системную работу исполнительной власти, потому что дома эти остались после реализации программы по расселению аварийного жилищного фонда и системная работа ведется, все равно периодически выявляются такие здания, которые долгое время стоят и как-то их обходят стороной. Вот одна история у нас 100-летняя 2019 года по коммунистам 21, когда к нам жители обратились, что дом с 2014 года, хоть и признан аварийным, он расселен, в нем уже никто не жил, но до сих пор не был снесен. То есть он горел дважды, люди получали, дети туда залезали травмы, двор зарос весь. И вот мы в эту историю вмешались, и в сентябре администрация города нас услышала, этот дом был снесен, и в принципе двор, вот мы были буквально на днях, он приведен в порядок, и территория вся убрана. То есть это вот большой плюс. Но есть такие же примеры, по которым еще ведется работа. Это в пятом поселке у нас сейчас обращения идут с Владимирской, улица Владимирская, дома 11, улица профсоюзов, дом 16. По ним мы еще работаем с администрацией. Вот если дом снесли, и вот образовалась пустая площадь, что на ней может появиться? Ну, наши рекомендации, наверное, это желание всех жителей, чтобы двор благоустраивался. Потому что люди нуждаются, и стоянки нужны, и игровые какие-то комплексы, тренажеры все уже привыкли к такому комфортному все-таки дворовому пространству. И главное, и тут и рекомендации есть Минстроя Российской Федерации, главное все-таки, чтобы это не была точечная застройка, от которой, мне кажется, уже перегружим город. А много ли акций в прошлом году прошло в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка»? Ну, наверное, о самой главной нашей акции, хочется сказать, которая проходит уже в Карелии третий год, это региональная акция «Чистая Онега». Акция собирает от 500 до 1000 активных жителей Карелии в 20 населенных пунктах, которые по берегам Онежского озера. Это Прионежский у нас район, Петрозаводск, Кондопожский, Медвежегорский район и Пудожский район. И к нам присоединяется иногда Вологодская область и Ленинградская область, и тоже выходят на уборку вдоль берегов Онежского озера. От 30 до 40 тонн ежегодного мусора мы убираем. Такой хороший у нас результат. И акция, вот чем она интересна, наверное, что тут не надо людей созывать. То есть появляются анонсы, в самом деле идут уже детские патрули из детских садов даже. Не то, что школы присоединяются близлежащие, а зеленые патрули из детских садов, они тоже вместе с родителями, воспитателями идут на эти акции. То есть жители очень активно их воспринимают и в них участвуют. В прошлом году вы организовали акцию в Медвежегорске, где вместе с волонтерами очистили лысую гуру от вандальных надписей на скалах. Но перед тем, как поговорить об этом, я предлагаю посмотреть небольшой сюжет, который подготовила наша съемочная группа как раз после акции. Ранним утром команда волонтеров карельского филиала ОНФ выехала в сторону Медвежегорска. С собой в машине несколько канистр с химикатами, распылители, тряпки и губки. Все это понадобится для того, чтобы очистить от наскальных надписей вход в укрепление времен войны. Это место – настоящий образец народного вандального творчества. Если изучить надписи, можно увидеть истории любви и маршруты перемещения неких Оль, Юль и Саш, решивших оставить наскальный след в истории. Здесь мы занимаемся, сейчас, видите, выдавляем антивандальные рисунки, которые были нарисованы в свое время нашими, так сказать, гражданами. И пытаемся привести эти скалы в порядок в дню республики, который пройдет в Медвежегорске. На данный момент сооружения рядом с Медвежегорском считаются бесхозными, и администрация района лишь планирует поставить их на кадастровый учет. А значит, кроме общественников, заняться облагораживанием этого места некому. В ближайших планах волонтеров стереть надписи на скалах вдоль трассы Кола. Вот подобная акция впервые проводилась, и планируется ли еще в 2020 году где-то очищать скалы или вот что-то подобное делать? Ну, акция проводилась впервые, и в самом деле непростая была в своей реализации, мы к ней долго готовились, опыт получили положительный, нашли другие механизмы, как было бы удобнее эти надписи удалять. Поэтому мы сейчас с Министерством транспорта, в принципе, обсуждаем вопрос о продолжении этой акции и дальнейшего в ней участия наших активистов. А волонтеры из города, они активно подключаются, сами да и идут? Ну вот с Медвежегорска к нам подключились, несложно было найти активистов в самом деле. Ну что ж, спасибо. На этом все. Я напоминаю, сегодня мы говорили о ключевых акциях ОНФ за 2019 год в Карелии с Анной Валерьевной Лопаткиной. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин